Чуть не сбила гражданку. Повторяю. Город Ивангород. Автомашина Фордфокус. Темного цвета. Хачбокин. Чуть не сбила гражданку. 10.71 экипаж МГАИ на связь. Роспространение. 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 Роспространение Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Виталий Павлович, скажите, какие результаты сегодняшней операции у пьяным водителям, которые у нас в Кингисепском районе проходят? Ну, результаты, как обычно, неутешительные, потому что даже сегодняшний рейд показал, что на дорогах Кингисепского района, учитывая, что информация была заранее выложена, средства массовой информации о том, что мы собираемся проводить рейд, даже при такой ситуации, нам в сегодняшний день встретились на дороге 4 водителя, которые управляли состоянием алкогольного опьянения. В отношении всех четверых составлены административные материалы, решение будет принято судом, куда и будут направлены материалы. Но это, скажем так, не дает нам права на то, чтобы мы меньше осуществляли контроль, наоборот, даже, наверное, все-таки тщательно, потому что на сегодняшний день взятого внимания был город Кингисеп, город Ивангород. Это те места, где в последние разы чаще всего случались дорожно-транспортные происшествия, даже ГАИ. Вот из них шесть находились на территории города Ивангорода и Кингисепа, а два находились на территории района. Ну, вот один из водителей состояния пьяного алкогольного опьянения был задержан в поселке Услуга. Ну, вот опять же, к сожалению, что и в районе также еще присутствуют водители, которые могли решать тем, чтобы зарулись в пьяном виде. Ну, работа продолжается, и на сегодняшний день в данный момент сейчас осуществляется оформление водителя, который уже повторно был задержан в управлении в пьяном виде. В запрошении состава материала по статье 264 ИМАДИО, запрошенного управления, там, где происходит уголовное наказание в пьяни. Ну, и, наверное, все-таки еще хочется накануне новогодних праздников поздравить всех с наступающим Новым годом, потому что впереди у нас большие январьские праздники, но от этого нам не легче. Работа наоборот настолько прибавится контроль, нужно осуществляться круглосуточно. Ну, надеемся на все-таки, прежде всего, понимание со стороны водителей, которые, может быть, где-то чаще будут остановлены, проверены, чтобы относиться к этому с пониманием, потому что это вынужденная мера, которая заставляет нас на сегодняшний день осуществлять такие проверки. Ну, год заканчивается, но цислы неутешительные. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что по результатам 2015 года выявлено на 100 водителей больше, чем в 2014 году. То есть ситуация такова, что меньше водителей пьянок не становится, а только больше. Может, это еще, конечно, не зависит от того, что стали чаще проводить вот такие профилактические мероприятия, чем раньше. Поэтому это и поспособствовало выявлению таких вот нехороших казусов пьянка за рулем. Надеюсь, в 2015 год уходящий, скажем так, все плохое останется в нем. Мы будем надеяться на то, что в нем будет намного меньше жертвы на дороге пострадавших. Ну, непосредственно будем участвовать в данном процессе, контролировать. Мы надеемся на поддержку также наших граждан, которые немалую долю вносили нам в 2015 году. Из-за того, что сообщали, и на ранних фактах удавалось выявлять таких водителей и притекать, скажем так, данное правонарушение уже на ранней стадии благодаря нашим гражданам, которые неоднократно ставили нас в известность о данных фактах. Ну, всех с наступающим Новым годом, счастья, естественно, здоровья и благополучия. Спокойных, комфортных дорог и поменьше неприятностей на дороге. Большое спасибо.